И снова здравствуйте! Вы на канале Девайс и сегодня на обзоре материнская плата Гигабайт Z590i Vision D. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Thunderbolt 4 обеспечивает высокую пропускную способность 40 гигабит в секунду, передачу данных, видеосигнал, зарядку питания и соответствие спецификациям USB 4 для большей гибкости подключения любых ваших аксессуаров. Один универсальный кабель на основе разъема USB Type-C может заменить эти другие кабели, чтобы упростить подключение. Внедрение локальной сети Intel 2.5G LAN обеспечивает сетевое подключение до 2.5 Гбит в секунду, по крайней мере в два раза более высокую скорость передачи данных по сравнению с обычной сетью 1 Гбит в секунду. Это обеспечивает немедленное повышение общей производительности сети и улучшает пропускную способность, необходимую при передаче больших файлов, редактировании видео и рабочих нагрузках производительности. Беспроводное решение Intel поддерживает 802.11ax, обеспечивает гигабитную производительность беспроводной связи, обеспечивает плавную потоковую передачу видео, меньшее количество отключенных подключений, работу со все большими размерами файлов и скорость до 2.4 Гбит в секунду. Кроме того, обеспечивая лучшую мощность сигнала Wi-Fi благодаря конструкции антенны по сравнению с традиционной антенной. Подключение USB 3.2 Gen 2.2 вдвое превышает производительность текущего USB 3.2 Gen 2. Он обеспечивает сверхбыструю передачу данных со скоростью до 20 Гбит в секунду при подключении к периферийным устройствам, совместимым с USB 3.2. Вы можете наслаждаться максимальной гибкостью подключения для быстрого доступа к огромным объемам данных и их хранения. Для большинства пользователей создателей контента, хранилища с высокой пропускной способностью и высокопроизводительные видеокарты или ускорители имеют решающее значение для их проектов. Это особенно актуально для 3D рендеринга и создания текстур с высоким разрешением. Для поддержки большинства передовых устройств эта материнская плата поддерживает различные устройства PCI-Express 4.0, включая видеокарту и твердотельный накопитель M2. Твердотельный накопитель M2 PCI-Express обеспечивает в 7 раз более быструю передачу данных по сравнению с твердотельными накопителями SATA 2,5 дюйма. Максимальный объем памяти на материнской плате составляет 64 гигабайта, при этом один слот поддерживает до 32. Вы можете добиться высокой производительности при работе над сложными задачами проектирования и получать результаты в режиме реального времени. DTS-X Ultra – это адаптивный аудиоформат многоканального звука на основе пространственного расположения сцен и объектов. Воссоздает подлинное, точно позиционированное в пространстве звучание в современных 3D-видеоиграх через любые наушники или внешнюю акустику. Предусматривает калибровку для целого ряда наушников и акустических систем. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает усовершенствованную постобработку и распределение сигнала по устройствам средствами объектных DTS-кодеков. Задняя панель включает в себя кнопку для прошивки BIOS, один разъем DisplayPort, шесть портов USB 3.2, два порта USB 3.2 Type-C, одну LAN-розетку, два порта аудиосистемы и два коннектора SMA для антенны Wi-Fi. Организация эффективного охлаждения ключевых компонентов ПК, работающего в условиях интенсивной нагрузки, позволяет избежать незапланированных остановок, сбоев и несанкционированного отключения. Тепловая труба соединяет удлиненный радиатор и спроектированный прямоугольный радиатор, который может полностью охватывать область ВРМ. Многослойный радиатор PC-HM2 и тепловая опорная плита обеспечивают идеальный баланс между стилем и производительностью. Многочисленные вентиляторы и датчики температуры, установленные на материнской плате для мониторинга в режиме реального времени и настройки режима вентилятора в соответствии с различными рабочими нагрузками. С помощью SmartFan 5 пользователям разрешается устанавливать точку запуска для активации вентилятора и соответствующую ему скорость. Вентилятор полностью останавливается при выполнении легких задач, чтобы избежать шума. Отзывов в интернете на эту материнку очень мало, вот что я нашел негативного. Неудачное проектирование радиаторов охлаждения. Биос может загружаться долго. Но есть и позитивные отзывы. Отличная система питания и ее охлаждение. Два SSD порта. Удобное расположение портов и их количество. Поддержка почти любой памяти из коробки, если процессор тянет. Дизайн отличный. Есть Backplate. Хорошее качество сборки. Если вы уже обладатель этой материнки, в комментарии к видео напишите свои ощущения о ней. А в описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. Спасибо за просмотр, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи в следующих обзорах. Подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Девайс. Скоро увидимся.